Мы не безобразничаем? Нет. Какие проблемы? Мы что-то знакомы, но никто не нарушает. Наряд вызвали ради нашей съемочной группы. Андрей, который разговаривает с полицейским, пригласил нас, чтобы показать, как в доме по адресу улица Партизанская 105 с работой справляется компания Автодом, которая обслуживает подземную парковку. Все обваливается, то есть постоянно топит. Откуда топит? Идут дожди, топит. Стоит снег, топит. Прорвется какая-то канализация, здесь плавают фекалии, моча. На любительских видео лужи порой размером с парковочные места, но масштабы бедствия заметны и в сухую погоду. То есть это вся плесень, это вся эта, все это, в скором будущем пойдет в квартиру. У собственников квартир тоже много вопросов, только уже к ДСЖ. Жители пытаются сменить правление, но уверяют, что им мешают, нарушают процедуру голосования собственников, рисуют подписи и даже привлекают мертвые души. Есть люди, которые умершие, но они голосуют. Вот вы понимаете, человек умерший, а он проголосовал за. По словам жителей дома, в прошлом году, в августе, товариществом собственников был запланирован капитальный ремонт. Четкого обоснования необходимости проведения работ жители добиться не смогли, но это никого не остановило. Сняли эти деньги 2,5 миллиона, а работы не производили до сих пор. Мы в жилищной инспекции были на приеме, мы писали письменные жалобы и нам ответили, что мы можем меры принять только тогда, когда работа эти закончится. Одна из главных претензий жителей заключается в том, что две управляющие компании не могут работать на одном доме. Но специалисты говорят, что такого запрета нет и парковки являются отдельным объектом собственности. У этого объекта есть свой собственник. Причем может быть такое, что этот собственник даже не является жильцом этого дома. И мы встречали такое большое количество. И они в итоге образовывают некий кооператив по управлению своей недвижимостью. Есть где-то СЖ самостоятельно, то есть определяют, что они в том числе и эксплуатируют вот эти подвальные помещения, где находятся парковочные места. Поэтому и то, и другое имеет место, право на существование. То есть две организации работать в одном доме имеют право, а вот уже качество их работы должна будет проверить жилинспекция. Андрей Дриер, Николай Шелко, День с толком.